Для чурос вам понадобится мука, сливочное масло, сливки, яйца, черный шоколад, соль, сахарная пудра, молотая корица, растительное масло и вода. Первое, что мы берем, это сковорода диаметром 28 сантиметров. В ней мы будем нагревать растительное масло. Нам понадобится 3 стакана. В зависимости от того, какая у вас посуда, нужна глубина масла примерно 5 сантиметров, для того, чтобы мы могли быстро и качественно обжарить чуросы. Все греется. Ну, начинаем делать заварное тесто. Это как на профитроле. Да. Берем сотейник на 2 литра, и нам понадобится половина пачки сливочного масла и нарезать его на кубики. Добавляем к маслу 1 стакан воды. И к воде и маслу мы добавляем треть чайной ложки соли. Все равномерно перемешиваем. Масло растворилось, вода уже подкипает. Значит, мы можем начать засыпать стакан муки. И будем перемешивать, пока оно не станет совсем гладким. У нас тесто начинает в шар складываться. Заварюется бездоганно. Это тесто, ни одной грудочки. Евген заздрит твоему успеху и отвернулся, чтобы этого не видеть. Просто там очень простые процессы, мне не интересно. Я просто поспілкуюсь с людьми, потому что у них больше информации, чем у вас. Он не может смотреть на это, на то, как все удачно получается. Так, у нас есть важное завдание, чтобы олія разогрелася до определенной температуры. И для того, чтобы это выяснить, мне нужен помощник. Палец, палец? Твой палец. Або язык. А-а-ле, если это не ты, иди, малий, иди. Я научу тебя, так и бежи сюда. Привет. Здрасте. Как тебя зовут? Толя. Ну, давай всем привет, кто сегодня на нашем фестивале. Привет. Это Толя. Толя, любишь готовить? Если честно, я не умею готовить, но хочу научиться. Очень. Супер. Первый шаг для того, чтобы научиться готовить, это нужно узнать, что достаточно разогрелася олія для фритюра. Как ты думаешь, для чего нам оця палечка будет? Чтобы ее макнуть? Так, давай. Чтобы не лезть туда пальцем. Обережно. Мы вот так занурюемо и дивимся. Если олія достаточно разогрелася, ты побачишь, там маленькие бульбашки. Видишь? Вы видите бульбашки? О, вы уже вот так. Ты бачишь? Да. Ты разогрил олію, молодец. Дякую тебе. Бульбашки. Дякую. Повертайся, потом будешь ести смачно з усіма. Так, ну вы проверяли масло, я заканчивал с тестом, оно идеально приготовилось, Женя. Ну, це ми перевіримо згодом. Ну, ему надо постоять еще, остыть минут пять. Сотейник номер два. Мы наливаем в него литр воды, делаем водяную баню для того, чтобы растопить шоколад. И это у нас будет основа для соуса. Следующий этап – это нужно вбить в тесто четыре яйца. Да. Именно поэтому мы решили дать тесту отдохнуть, поскольку если нам будет горячее, яйца просто свернутся, и мы получим омлет в тесте. Непогана страва, я в Ирландии ел такую страву. Скажи, чего ты не ел лучше? О, отличный ответ. Вот теперь, когда я продолжаю домешивать, добавляю сюда ложку сахарной пудры. Можно уже начинать ломать две плитки шоколада. У нас остались два простых, но важных этапа – растопить шоколад, ну и пожарить чурос. Все, я отправляю шоколад на водяную баню. Нам понадобится кондитерский мешок. Традиционно чуросы, они такие волнистенькие, поэтому используем насадку «Звездочка». Надюша, держи, пожалуйста. Ну, тут хватит, конечно, на целую футбольную команду. Ну, у нас навіть больше людей. Дивись, чтоб выстачило. Ну, всем все равно не дадим. Я не знала, что ты падлюка. А вот-вот таки. А съясувалося. О, бачишь. Надю, лайк тебе, лайк. Это я с любовью? А, это так, с любовью. Дивите, как добре растоплюется шоколад. Напевно, сюда будем еще что-то додавать, Сергей. Сливки. 100 миллилитров. Все, пусть шоколад топится, нам нужно заниматься чуросами. Возьми ножницы. Ну, примерно 10 сантиметров мы делаем чурос. Перший пішок! Обрезай. И еще одну, для того, чтобы они свободно плавали и не прикасались друг к другу. Сколько смажется? До золотистой корочки. В среднем где-то 4 минуты. Чуросы жарятся. И я предлагаю сделать еще для них посыпку. Нам понадобится самая большая миска. Мы должны сюда высыпать стакан сахарной пудры. И сюда добавляем половину чайной ложки молотой корицы. А, может, перцю чили можно додать? Или нет? Хорошая идея, но не сегодня. Первая партия чуросов готова. Достаем на бумажные полотенца. Давай, Сереж, другую партию швиденько. Я напоминаю, что мы используем бумажные полотенца для того, чтобы снять лишний жир. Шоколад со сливками мы сняли с огня, тщательно перемешали. И теперь соусу нужно немножко остыть, для того, чтобы мы могли дальше его использовать. Мы продолжаем жарить остальные чуросы. Из того количества теста, которое мы делали, должно получиться, ну, наверное, 20-25 чуросов. Вот так вот. Ну, что у вас тут? Что у нас тут? Все. А, горячая, забух. Чуросы мы точно так же все остальные дожарили, посыпали посыпкой и раскладываем по стаканам, чтобы вы, друзья, могли их попробовать. Ура! Удобается? Да, очень вкусно. Это подражительное, как у штук. Я никогда это очень ел. Мне очень понравилось. А вам? Очень вкусно, вообще шикарно. А вам подобается? Да, я уже ела такое. Это вкуснее, чем то, что вы ели раньше? Ну, так же вкусно. Так же вкусно. Сереж, это не набагато лучше, чем на вуличной ежи, но ты молодец. Слушай, не будучи испанцем, уже неплохо. Так. А кому не понравилось? Всем понравилось? Так, все полюбляют солоденькие. Тоби? Очень вкусно, бомбезно просто. Сережа, я должен сказать, что людям понравится, но ждите, ждите, ждите. Еще не скуштовал я. Как оно может не понравиться? Я еще не скуштовал. Хрустка с кориночка, нижне тісто всередині. Кориця раскрыла свой аромат, и это поединение можно считать идеальным. Ну что, челлендж. Испанія против Сережки. Они в Испании были больше хромкими, но соус шоколадный тут лучше, чем в Испании. И соус. Редактор субтитров А.Семкин